Когда Иисус посылал Своих учеников, так уведуя Слово Божие, Он дал им одну заповедь, который сказал, чтобы когда они заходят в дом, чтобы они говорили «Мир Бога Всего». Как важный мир в каждое время в нашем времени. И когда ученики собрались вместе, Иисус, когда явился к Ним, Он тоже сказал «Мир вам». И этот вопрос звучит ко Мне и к Вам. Есть ли мир в Моем сердце? И первое место описания я хочу прочитать и вас также приветствовать этими словами «Мир вам». Иоанна, 14 глава, 26-27 стиха. «Утешитель же Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. «Мир уславляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам, да не смущается сердце ваше, и да не устрашается». То есть мы прочитали, что мир может дать только Бог. И только Он может дать этот мир. И мы призывали, чтобы мы довряли Ему, чтобы мы не смущались, как написано, чтобы мы не ускорбшались, что бы в нашей жизни не было, какие события не происходили в жизни нашей, или в нашей семье, или в нашей Церкви, или, может быть, в стране. Мы должны полностью довериться нашему Господу и иметь мир в сердце своем. И в книге числа написаны те слова в 6-й доле, 22-27 стих. Числа 6-я доля с 22-27. «Скажи, Павру, мой сынам, его, так бы ослабляете сынов Израилевы, говоря им, да благословит тебя, Господь, и сохранит тебя, да обрадит на тебя Господь светлым лицам Своим и помилует тебя, да обрадит Господь лица Смирно тебя и даст тебе мир, так пусть призывает имя Мое на сынов Израилевых, и я благословлю их». Бог говорит, чтобы народ израильский благословлял этими словами, да даст тебе Бог мир. Как важно иметь мир в своем сердце и про это говорит Господь, чтобы мы благословляли и мы дарили этот мир друг другу. И в притчах 17-я глава, 12-й стих, говорится такие слова. Извиняюсь, 17-я глава, 1-й стих. «Лучший кусок сухого хлеба и с ним мир, нежели тон, полный заколотого света и ростов». Если в доме имеется дом, имеется все в доме, и перевести в наш час, и кто хочет иметь машину, кто, может быть, хочет еще что-то иметь, и это все есть, это все достигли, купили, преодолели, но если нет мира, оно нам, так сказать, не мило. Оно нас не радует. Сердца от этого мира нет, потому что в доме, может быть, жена или муж, нету согласия, нету согласия между детьми. И, может, где-то на работе нам спортили настроение, и у нас нету мира. Мы приходим в дом, в котором все есть необходимое для жизни, и все, что должно радовать человека, что должно служить человеку, а он на этом не умирал, потому что нету мира. И, если, может быть, сравнивать семьи, те, которые живут очень хорошо, очень благополучно, и сравнивать те семьи, где не очень хорошо живут, где имеется недостаток, и у кого больше есть радости. И мы можем часто заметить, что в этих бедных семьях детей больше радости, нежели в тех детей, которые имеют все. Все, что они захотели, для них покупают родители. Но они часто чем-то недовольны. Но те дети, которые, может быть, мало или ничего не имеют, когда они что-то получают, у них намного-много больше этой радости. И я думаю, что каждый из нас, если вспомнит наше детство, и это, по ремням, по-русски, золотого слова, сравнить это с детьми нашего времени, то очень большая разница, как мы радовались этими игрушками, еще чем-то, что мы получали, нежели наши дети. И большая разница. И еще одно место я хочу прочесть. Римлянам 5 глава с 1-го, 2-й стих. Римлянам 5 глава с 1-го, 2-й стих. Итак, управдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Через какую руку верою и получили мы доступ к той благодати, в которой и стоим, и хвалимся надеждой и славой Его. 1-й стих. Итак, управдавшись верою, мы имеем мир с Богом. Через веру в Иисуса Христа, через прощение наших веков, мы примирились с Господа. И мы имеем мир с Ним. Мы имеем надежду на вечную жизнь, на спасение. Мы имеем надежду на то, что мы будем там вечности с Иисусом Христом. Что наша жизнь, она не закончится только тут, на этой земле. Она будет вечности. И этим мы радуемся. И не всегда видно этой радости в нашей жизни. И не всегда мы оценим то, что мы получили. Мы должны осознавать и напоминать себе, какие мы граждане, какой страны и куда мы идем. И в этом иметь радость и мир в своем сердце. Но когда мы получили спасение, когда мы примирились с Господом, и не всегда мы видим эту радость. И какие-то события в нашей жизни не загорают эту радость. И мы имеем какой-то скорбь, может быть, какое-то негодование, ропот. И мир в сердце нашему уходит. И почему так в нашей жизни случается? В Соломе, в 118, 165 стих, говорится такие слова. В Соломе, в 118, 165 стих, «Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения». Вот в кого большой мир, великий мир. В те, которые любят закон Твой, которые пребывают в Слове Божие, которые читают Его, которые научаются от Него, которые все свои надежды попадают на Иисуса Христа и на то, что Бог, Он ведет каждого из нас, и мы доверяем свою жизнь в Его руки. И в таком случае мир из нашего сердца Он не уйдет, потому что мы будем помнить и знать, кто с нами идет, кто нам помогает войти этот жизненный путь. В Иисуса Христа, в 48-й главах, 18-й стих, говорится такие слова. «О, если бы Ты внимал западья на им, туда мир Твой был бы, как река, и правда Твоя, как морские волны». «Может быть, кто-то думает, «О, если бы я имел дом, о, если бы я имел еще что-то, о, если бы я там жениться, или замуж вышла, у меня было бы все хорошо». Но пророк Иисайя говорит, «О, если бы ты внимал западья на им. Слово Божие, оно научает нас, оно укрепляет нашу веру, оно укрепляет нашу надежду. И когда мы живем Словом Божьим, в нашем сердце всегда будет мир». И Филиппийцам 4 глава 6 и 7 стих говорится такие слова. «Не заботьтесь о чем, но всегда молите с рукопрошением, с благодарением, открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превышает всякого ума, соблюдет сердца ваше и помышления ваше во Христе Иисусе». То есть, апостол Павел, он говорит, что вы не заботились ни о чем, но всегда наши молитвы и вражания мы приносили перед Господом. Чтобы мы доверяли, чтобы мы наши заботы могли положить на Иисуса Христа. И тогда мир Божий будет с нами. Тогда, как говорится тут, который превыше всякого ума, он ведет сердца наши и помышления наши во Христе Иисусе. Только Бог, Он направит наши сердца и наш ум во Христе Иисусе. не туда, чтобы где-то переживать, чтобы впадать в какую-то панику, еще что-то делать не то, но Бог, Он направит сердца наши мысли в то правильное мысло, чтобы мы правильно мыслили, правильно делали, предпринимали какие-то дела так, как погожи. И это не то, что заботы мы свои возложили на Господа, если сравнять огород, там растет сурнят, и мы возложили все на Господа, пусть там растет. Нет, это безответственность. Мы должны делать со своей стороны то, что нам положено, где-то Бог сделает все остальное то, что от нас независимо. И в Галатам 5-го 22-й стих тут говорится «Обладав Духа Святого», и также говорится, что «Толк же Духа есть мир». Мир в наших сердцах это результат Духа Святого. Если Дух Святой живет в нашем сердце, то плод этого Духа будет мир. И будем давать место для работы Духа Святого в нашем сердце. И хотел бы я подвести итог, чтобы иметь мир с Богом. Первое, что надо сделать, примириться с Богом, чтобы было в сердце. И второе, это положиться на Бога, читать и исполнять Слово Божие. И тогда мир Божий будет в сердце наше. Пусть Бог поэтому нас благословит. Аминь. в сердце. Оно наше празднование. Слово Божия